Песни, стихи и личные истории. В Нягонском тюзе идет подготовка концертной программы «Спасибо, я живу». Проект ежегодный и посвящен Дню Победы, но впервые в нем примут участие артисты Донецкого Республиканского Академического Молодежного Театра. Сюжет Евгении Самойловой. Я меньше всего хочу, чтобы вы меня нас жалели. Егору 19. До апреля 2023-го он ни разу не покидал родной Донбасс. Про таких смело говорят. Ребенок войны. Валентин, Жора, Мария. На его личном счету потерят 20 близких людей. Память о них он бережно хранит в сердце. Все, что происходит в Донецке, оно происходит у меня внутри лично. И мне очень тяжело, например, заплакать, вывести это на какие-то эмоции видимые. Для меня самое главное – чувствовать это. Чувствую я очень остро. Поделиться личным можно на сцене вместе с актером Минягонского тюза. Егорский театр – инициатор проекта «Ко дню победы». Спасибо, я живу. На этот раз решено не только вспомнить подвиги в годы Великой Отечественной войны, но и о храбрости, стойкости людей в зоне СВО. Таких историй будет три. От Егора, Юли и Лиды. Мужчины Донбасса встали на защиту своей родины. Не остались в стороне и многие мои близкие, родственники, друзья. Воспоминания о людях, повидавших военное лихолетие, нелегко. Ком подступает к горлу постоянно. Но актеры Нягони и Макеевки готовы и рассказать, и спеть о подвигах. Пусть порой и через слезы. В программе позвучат песни, которые мы знаем все давным-давно. Это такие песни, как «Катюша», это песни, такая, как «Журавли», которые могут зрители спеть вместе с нами. Но также в программе звучат и менее известные песни, которые находили, отрывали, и их обязательно хотелось использовать в этой программе. У югорско-донбасской команды есть буквально несколько дней для репетиций, и затем насыщенная неделя выступлений. Примерный показ уже 3 мая. Но настрой у всех работает слаженно, дружно и с теплотой друг к другу. В чемодане два спортивных костюма, теплых зимних, курточки, ботинки. Потому что мы думали, что мы поедем прямо на север, на север такой. Но здесь на самом деле погода не такая, как мы ожидали. Здесь тепло. И принимает нас здесь тоже очень тепло. Макеевская художественная школа рисовала вот эти все рисунки. Дети подготовили. Рисунки детей Нягонский тюз поместил на открытки, распечатал. А жители Макеевки написали пожелания у югорчанам в преддверии 9 мая. Их раздадут зрителям во время спектакля с возможностью написать ответное послание друзьям за 3000 километров. Безумно люблю Макеевку. Мечтаю побывать в вашем городе, увидеть красоту вашего края. А пока дарю вам частичку своего тепла. Память зачастую стирает острые углы воспоминаний, чтобы об них не царапаться. Но проект «Спасибо, я живу» рекомендуют посмотреть как взрослым, так и подросткам. Переживать боль утраты вместе легче. Да и сказать ушедшим в вечность героям «Спасибо, я живу никогда не поздно». Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Егория, Нягонь.